Добрый день, дорогие абитуриенты! Меня зовут Панова Ия Иннокентьевна. Я являюсь председателем предметной комиссии по вступительным испытаниям по дисциплине информатика в приемную кампанию 2020 года Северо-Восточного Федерального Университета. В 2020 году вступительные испытания или экзамен по предмету информатика проводятся в дистанционной форме с использованием системы электронного и дистанционного обучения Северо-Восточного Федерального Университета, а также программного обеспечения для контроля прохождения теста и подтверждения личности тестируемого в системах онлайн-тестирования. Общее время тестирования по предмету информатики составляет 2,5 часа, то есть 150 минут. Общее количество заданий – 25. Задания разделены на три части. Первая часть содержит 12 заданий с одним правильным ответом. Абитуриенту необходимо будет выбрать один из четырех предложенных вариантов ответов. Вторая часть содержит 11 заданий с кратким ответом. К этим заданиям абитуриенты должны будут самостоятельно сформулировать и записать ответ в виде числа или последовательности символов. Часть третья состоит из двух заданий с развернутым ответом. Для выполнения заданий этой части необходимо привести полное развернутое решение. Далее хотелось бы упомянуть общие рекомендации для прохождения тестирования. В первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с каждым заданием и предлагаемыми вариантами ответа, если они имеются. Ответ необходимо записывать лишь после того, как вы поняли задание, решили его и проанализировали все варианты ответа. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднения, то вы можете его пропустить и впоследствии к нему вернуться, если у вас останется свободное время. В заданиях с развернутым ответом придерживайтесь общих либо привычных вам правил оформления кода программы на выбранном вами алгоритмическом языке. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Кроме того, необходимо также отметить, что в экзаменационных заданиях приняты следующие обозначения для логических операций. На экране у нас отображается перечень логических операций и примеры обозначений и их использований. Такие логические операции, как отрицание, конъюнкция, дизюнкция, следование или импликация, тождество. Кроме того, для обозначения истинных и ложных значений используются единицы и нули соответственно. Что касается единиц измерения, рекомендую очень внимательно знакомиться с текстами заданий и представлять ответ именно в той единице измерения, которая предлагается в задании. Кроме того, для обозначения таких единиц измерения количества информации, как килобит, мегабит, килобайт и мегабайт, используются в традиционном для информатики смысле, когда их соотношение выражается степенями числа 2. Соответственно, 1 килобит это 1024 бит, 1 мегабит 1024 килобит и так далее. Далее предлагаю вам ознакомиться с некоторыми примерами заданий из каждой части. В части первой, как уже было сказано, необходимо выбрать один из предложенных четырех вариантов ответов. Пример задания вы видите на экране. Необходимо перевести число, записанное восьмеричной системе счисления, в десятичную систему счисления и предложенные четыре варианта ответа. Здесь также хочу обратить ваше внимание, что основание системы счисления идет непосредственно после записи числа и указывается в виде нижнего индекса. Задание второй части требует сформулировать и записать ответ от абитуриента. В качестве примера задания рассматривается следующая задача. Для участия в марафонском забеге зарегистрировалось 400 участников. Номер каждого участника закодирован с помощью минимального количества бит. Каков информационный объем в байтах сообщения с кодами 320 финишировавших участников? Этот пример привела я также в связи с тем, что здесь необходимо обратить внимание именно на единицы измерения. При кодировании результатов каждого участника требуется ориентироваться на минимальное количество бит. Однако в главном вопросе задания необходимо указать количество информации, измеряемое в байтах. Пример задания второй части, в котором требуется привести краткий ответ. В качестве примера приведено задание на анализ действий некоего исполнителя. У исполнителя имеются две команды, которым присвоены соответствующие номера номер 1 и номер 2. Первая из них возводит число в квадрат, вторая увеличивает его на единицу. Таким образом, последовательность номеров этих команд представляет собой программу. Последовательность 2.1.1 – это программа, которая преобразует число 2 в число 81. Необходимо записать порядок команд в программе для получения из числа 1 числа 10, содержащей не более 4 команд, указывая лишь номера команд. Обращаю ваше внимание на то, что здесь необходимо перечислить номера команд без каких-либо разделителей, то есть не используя пробелы и какие-либо знаки припинания. Задания первой и второй части будут проверяться автоматически, поэтому любые отклонения от тех требований, которые формулируются для приведенного ответа, будут являться ошибочными. Часть третья. Для выполнения задания третьей части требуется привести запись развернутого решения. Задания третьей части представляют собой задания для проверки навыков программирования абитуриента. В качестве примеров алгоритмических задач, которые могут фигурировать в этой части заданий, можно рассмотреть следующие задачи. Это нахождение максимума и минимума нескольких 2, 3, 4 данных чисел без использования массивов и циклов. Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. Запись натурального числа в позиционной системе с основанием меньшим или равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа. Нахождение сумм, произведение элементов данной конечной числовой последовательности или массива. Использование цикла для решения простых переборных задач. Заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по заданным правилам. Операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и удаление элементов в массиве. Перестановка элементов заданного массива в обратном порядке. Суммирование элементов массива. Проверка соответствия элементов массива некоторым условиям. Нахождение второго по величине максимального или минимального значения в данном массиве за однократный просмотр массива Нахождение минимального и максимального значения в данном массиве и количество элементов, равных ему за однократный просмотр массива Операции с элементами массива, отобранных по некоторому условию, например, нахождение минимального четного элемента в массиве Нахождение количества и суммы всех четных элементов массива И задание на сортировку массива. Следует отметить, что часть третья не будет содержать задачи, в которых необходимо решить только одну из предложенных алгоритмических задач. Как правило, задания третьей части будут несколько шире и потребуют навыков решения некоторой комбинации предложенных выше задач. Среди заданий вступительного испытания можно выделить 9 основных тем. Первая тема – это информация и ее кодирование. Вторая – моделирование и компьютерный эксперимент. Третья – система исчисления. Четвертая – логика и алгоритмы. Пятая – элементы теории алгоритмов. Шестое – программирование. Седьмое – архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Восьмое – обработка числовой информации. И девятое – технология поиска и хранения информации. Далее я предполагаю представить вам примеры заданий для каждой из вышеперечисленных тем. Обращаю ваше внимание на то, что данные примеры не являются точными вариантами тех заданий, которые могут содержаться в тестировании, которые вы будете проходить, и приведены исключительно для формирования общего представления, каким образом могут быть сформулированы задания и каким образом необходимо предоставлять ответ. На экране представлены два примера заданий первой темы – информация и ее кодирование. Первое задание посвящено единицам измерения информации. Звучит оно следующим образом. Какой минимальный объем памяти нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 256 на 256 пикселов, при условии, что в изображении могут использоваться 128 различных цветов. И приведены четыре варианта ответа – 128 килобайт, 1 мегабайт, 1024 килобайта и 4 мегабайта. Обращаю ваше внимание на необходимость внимательно отнестись к единице измерения, которое сформулировано в вопросе. Второе задание – задание, посвященное теме кодирования информации. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения длиной 80 символов, первоначально записанного в 5-битном коде в 8-битную кодировку ASCII. Насколько байт увеличился объем сообщения? Обращаю ваше внимание на то, каким образом сформулирован вопрос в данном случае. Значит, вам нет необходимости указывать ни первоначальный размер сообщения, ни размер перекодированного сообщения, а необходимо определить ту величину, насколько увеличился объем сообщения в байтах. Тема вторая – моделирование и компьютерный эксперимент. При выполнении заданий этой темы необходимо будет продемонстрировать знание принципов математической формулировки различных задач прикладных, в частности, использование схем, графиков и таблиц для представления информации или для решения поставленных задач. Первое задание звучит следующим образом. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными станциями. Следующее задание несколько сложнее. Здесь требуется не только интерпретировать данные, но также и провести определенное решение одной из прикладных задач. На рисунке представлена схема дорог, связывающих определенные города, обозначенные символами алфавита. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой, и в качестве данных этой задачи приведена ориентированная игра. Ваша задача заключается в том, чтобы подсчитать, сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город С. В этом случае абитуриенту необходимо будет привести краткий ответ, выраженный в форме числа, то есть количество различных путей. Третья тема – системы счисления. Традиционно мы с вами рассматриваем позиционные системы счисления с различными основаниями. Основной, конечно же, системой счисления, которая используется при изучении систем кодирования и представления информации, является двоичная система счисления. Также могут встречаться задания с использованием восьмиричной, шестнадцатиричной или других позиционных систем счисления. В качестве примеров приведены задания. Первое задание с выбором одного из верных ответов. Посвящено оно вопросам кодирования информации с использованием последовательности двоичных чисел. Звучит следующим образом. Для кодирования четырех букв алфавита А, Б, В и Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа от 0 до 11 соответственно. Если таким образом закодировать последовательность символов А, Г, Б, В и записать результат в шестнадцатиричной системе счисления, то получится ОСТ. И здесь необходимо выбрать соответствующее шестнадцатиричное число. То есть мы обращаем внимание на то, каким образом сформулировано задание и в соответствии с этим выбираем вариант ответа. То есть в вариантах ответа приведены числа, записанные в шестнадцатиричной системе счисления. Без обозначения. Следующее задание. Задание с краткой формой ответа. Все пятибуквенные слова, составленные из букв А, Б, С, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Начало списка приведено ниже. Вам необходимо будет записать слово, которое стоит под номером 136 в данном списке. Здесь обращаю ваше внимание на то, что при записи ответа необходимо будет записывать его именно в том виде, в каком они приведены в примере. Без каких-либо разделителей и знаков припинания. Третий пример. Это задача, посвященная позиционным системам счисления. В некоторой системе счисления десятичное число 75 записывается в виде трехзначного числа 203. Не требуется определить основание системы счисления. Четвертая тема. Логика и алгоритмы. Задания этой темы посвящены логическим операциям. Первое задание выглядит следующим образом. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов. X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности для выражения F. Необходимо определить, какое же выражение соответствует данной таблице. Обращаю ваше внимание на то, каким образом обозначены логические операции. В соответствии с теми обозначениями, которые были озвучены в начале нашей встречи. Также в этом разделе могут содержаться задания, связанные с интерпретацией определенных алгоритмов. В частности, приведен пример. Подобный пример мы с вами уже приводили при рассмотрении вариантов ответа по части 2. То есть интерпретация деятельности некоторого исполнителя. Анализ и приведение соответствующей программы. Следующая тема – элементы теории алгоритмов. Обращаю ваше внимание на то, что очень часто в этом разделе приводятся задачи, связанные с рекурсивными вычислениями. На экране представлен пример, в котором требуется вычислить значение функции, вычисляемой по рекурсивному алгоритму. В качестве ответа необходимо записать целое число соответствующего значения этой функции. Если в задании содержится инструкция «Записать целое число», то, соответственно, вы вводите именно целое число без указания десятичных знаков после запятой. Как бы вам не хотелось уточнить ваш результат. Следующие задания могут быть связаны непосредственно с программированием. В части заданий предполагаются для анализа фрагменты годов программ на пяти языках программирования. Алгоритмическом языке, языке Basic, Pascal, C++ и Python. В заданиях с развернутым ответом, в которых требуется описать программу, описание можно привести на любом из перечисленных выше языков программирования. Как уже упоминалось в общих рекомендациях, при записи программы вы можете пользоваться теми приемами, к которым привыкли. То есть именовать переменные в соответствии с тем стилем, к которому вы привыкли придерживаться, использование комментариев и отступов при записи кода. В качестве примера на анализа деятельности алгоритма приведено следующее задание. Значения двумерного массива А размера 9х9 задаются с помощью вложенного оператора цикла в представленном фрагменте программы. В нашем примере представлены три фрагмента программы на языке Pascal, на языке C++ и алгоритмическом языке. В зависимости от того, какой язык программирования вы изучаете и какой вам более знаком, вы можете выбрать любой из пяти. Но я бы вам рекомендовала также освежить алгоритмический язык, то есть то, каким образом алгоритмы записываются на алгоритмическом языке, для того чтобы, если у вас останется время, вы могли проанализировать не только один вариант, но также и второй вариант записи алгоритма на алгоритмическом языке. Обращаю ваше внимание, что при анализе алгоритма ответом на задание может являться не общее какое-то вычисленное значение в процессе выполнения алгоритма, но и какие-то другие показатели. В частности, в данном случае необходимо будет определить количество элементов массива, принимающих отрицательные значения. Ниже приведен пример на составление программы. Программу также вы можете составлять, как было уже сказано, на любом из пяти вышеперечисленных языков программирования. В данном случае программа посвящена работе с двумерным массивом. Обработку результатов по прыжкам в длину предполагается провести, используя двумерный массив размерностью 10 на 6, элементы которого будут принимать значения от 0 до 400. Каждый элемент пяти первых столбцов этого массива должен содержать результаты 10 участников, показанных в пяти попытках. Таким образом, элемент массива с индексом ИЖ определяет результат ИТОГО участника, показанный в житой попытке. А значение элемента с индексами И6 – итоговый результат ИТОГО участника, равный сумме результатов всех пяти попыток. То есть при решении этого задания вам необходимо не только составить, перед тем, как приступать к составлению алгоритма, вам необходимо будет рассмотреть ту задачу, которую необходимо решить. То есть построить модель, определить, какие данные, каких типов вы будете использовать, и какого рода результат необходимо будет представить. Седьмая тема – архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Значит, здесь представлены два варианта заданий. Первое задание с выбором верного ответа на использование маски имен файлов. Ну, с понятием маски имен файлов вы, наверное, знакомы. Для общей информации также здесь приведена справочная информация по назначению используемых символов вопросительный знак и звездочка. Требуется определить, какое из приведенных ниже имен файлов удовлетворяет заданной маске. Второй тип задания связан с необходимостью восстановить IP-адрес по имеющимся фрагментам. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Было установлено, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты соответствующими символами. Вам необходимо восстановить IP-адрес и в качестве ответа указать последовательность букв, обозначающих фрагменты в порядке с соответствующим IP-адресом. Опять же, обращаю ваше внимание на то, что здесь не указано, что необходимо использовать разделители при вводе ответа. Восьмая тема – обработка числовой информацией. Большинство заданий этой темы посвящено обработке числовой информации именно в табличных процессорах. В первом примере представлен фрагмент электронной таблицы, и абитуренту необходимо будет, анализируя формулу, определить значение в какой-либо ячейке этой таблицы. В данном случае представлена простая алгоритмическая формула и четыре варианта ответа. Второй тип задания связан с анализом данных определенной таблицы. То есть, приведен фрагмент электронной таблицы, требуется ответить на вопрос, какое целое число должно быть введено в ячейку С1, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек соответствовала приведенному рисунку. Здесь необходимо будет не только выполнить вычисления, но и интерпретировать данные, отображенные на приведенной диаграмме. Девятая тема – технология поиска и хранения информации. Представлена в заданиях двух видов. Первое задание – на анализ данных соответствующей таблицы и поиск определения количества записей, удовлетворяющих определенному условию. В данном случае приведены результаты экзаменов шести экзаменуемых по четырем дисциплинам. И необходимо определить, сколько записей в данной таблице удовлетворят приведенному условию. Обращаю ваше внимание, что в данном случае логические операции здесь представлены на естественном языке с использованием союзов «и», «или» и знаков отношений «больше», «меньше» или «равно». Второй тип заданий связан с использованием поисковых запросов. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции или используется символ вертикальной черты для обозначения логической операции и символ конконтенации. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети интернет. Абитуриенту необходимо будет ознакомиться с результатами приведенных запросов и определить, какое количество страниц в сотнях тысяч будет найдено по запросу «крылой самолет». Опять же, обращаю ваше внимание на то, что в задании указана та единица измерения, в которой должен быть сформулирован ответ. Далее необходимо упомянуть о технике или технологии оценивания заданий. Задания разделены на три части. Соответственно, задания первой части с выбором одного из правильных ответов оцениваются в один балл, если абитуриентом был выбран верный ответ, и оцениваются в ноль баллов, если был выбран неверный ответ или ответ не был указан. А задания части 2, задания с кратким ответом, оцениваются следующим образом. Если ответ на задание сформулирован верно, то задание оценивается в один балл. Если ответ сформулирован неверно или он отсутствует, оценивается в ноль баллов. Что касается третьей части, то задание максимально может быть оценено в 4 балла. Оценка 4 балла остается в том случае, если задание выполнено полностью верно, то есть приведенный алгоритм действительно соответствует решению поставленной задачи и не содержит каких-либо грубых ошибок. Допускается наличие определенных синтаксических ошибок, связанных с неверным использованием каких-то синтаксических конструкций, имен операторов, функций и так далее, не приводящих к нарушению алгоритмической целостности решения. Оценка в 3, 2 и 1 балл ставится в зависимости от того, насколько верно был выполнен алгоритм. То есть если решение содержит менее двух ошибок из приведенных в данном списке или содержит алгоритмическую ошибку, которая приводит к тому, что верный результат выводится не для всех наборов исходных значений, но совпадает для определенного набора, в этом случае задание может быть оценено в 3 балла. В 2 балла задание оценивается в том случае, если оно содержит не более четырех ошибок из приведенного списка, а также содержит алгоритмическую ошибку, которая приводит к выводу неверного результата для всех допустимых наборов значений исходных данных. Оценка в 1 балл ставится в том случае, если в приведенном решении содержится верное алгоритмическое решение хотя бы одной поставленной задачи. Это может быть задача ввода исходных данных или вывода этих данных, либо может быть решена лишь какая-то часть введенного задания, но данный фрагмент оформлен полностью верно, либо если верный алгоритм содержит более четырех ошибок из приведенного списка. Ну и, соответственно, задание оценивается в ноль баллов, если приведенный алгоритм полностью не соответствует заданию, которое необходимо было решить, или содержит более шести ошибок из приведенного списка. все баллы за задание суммируются. Сумма исходных баллов по тестированию составляет 31 балл. В дальнейшем эти баллы переводятся в 100-бальную шкалу в соответствии с таблицей перевода баллов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.